Книга «Джунгли» так называется этот проект, реализация которого тянет ни много ни мало на полтора миллиарда рублей. Соглашение делегация Анапы подписала на международном форуме в Сочи. Инвестор готов благоустроить детский парк, установить там аттракционы и создать зону отдыха. Территория свободная от торговли, такой ее помнят старожилы. Но в 2010-м начались губительные для парка процессы судебными решениями. Муниципальная земля стала частной. С тех пор о детском прошлом здесь ничего не напоминало. Малоторговцы заняли парк. Бороться со стихийными проявлениями сложно. Городские власти прошли не один суд. Но в этом году торговые ряды демонтированы. Сохранить такое положение дел и начинать благоустройство, несмотря на противостояние коммерсантов. Мы должны доказывать делами свою правоту. И сегодня, я почему говорю, если сейчас, вот Сергей Алексеевич говорит ключевую правду. Если сейчас не начать, весной так будет роветь. И они не смогут с ними ничего сделать. И мы не сможем ничего сделать. Они за одну ночь нам появятся. Поэтому сегодня надо мощно противопоставить все. И они же и ограждение установят. И благоустроят территорию. Хотя бы фасад. А раз мы госевую улицу сделаем, потом пойдем внутрь. Без кафе и ролета в детский парк будто вздохнул. Хорошо просматривается перспектива. Зеленая красивая аллея и благоустроенный путь к морю. Реализации этих планов анапчане будут искренне рады. Здесь было много очень палаток. Торговля такая была. Не очень было приятно, конечно, ходить. Потому что вот эта вот торговля, вот этот шум, гамбис, все люди. Уже и так достаточно, наверное, в городе торговых мест, чтобы торговать. А деткам хорошо было бы, я думаю, здесь, в эти площадки, горки какие-то. Мы постоянно ходим сюда, гуляем в этот парк. Вот раза два-три в день выходим сюда на прогулку, вот к морю идем. Уже на будущий год инвестор планирует установить в парке колесо обозрения и обещает, что оно будет самым высоким на Черноморском побережье.